МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Екатерина Збинько. Добрый вечер и коротко о главном к этому часу. Услышать каждого и оказать помощь, опираясь на закон. Представители столичного руководства ответили на вопросы минчан. О том, каким был разговор при открытых дверях, расскажет Максим Слиш. Дорога почва к сезону. Столинские фермеры выносят грунт из леса целыми тоннами. О незаконном промысле Петр Бутрим. Целые эпохи в национальном искусстве посвящаются. В Минске вспоминают художника Михаила Савицкого. Сегодня ему исполнилось бы 95. О народном в репортаже Анастасии Бенедесюк. Когда погода не помеха, в Раупичах проходит финал республиканского конкурса «Снежный снайпер». О том, как загораются новые звезды в белорусском биатлоне. Материал Анастасии Хоботовой. Проблема частная. Решение общее. Каждому белорусу была предоставлена возможность получить профессиональную консультацию специалистов по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов. Сегодня в Минске встречу с горожанами вела местная власть. С какими вопросами в Мингородсполком и администрации районов пришли люди, знает Максим Слиш. Было в трудовой записи. И не брали после этого работу. В камне пробил почку, пока выяснили, что. Вот я весь год не работала, только в прошлом году меня прооперировали. Ремесленная деятельность начала в 2015 году. Не успела заплатить до 28-го, 12-го, 14-го. Поскольку не знала, что я буду планировать такую деятельность. Поясняем, какие документы они должны предоставить. Это все административная процедура. Поэтому через службу одно окно подают заявление с определенным пакетом документов. Истории бывают разные, но главным остается знаменатель обстоятельства, с которыми столкнулся человек. Ведь ситуацию, когда работать хотел, но не мог, или мог, но не хотел, можно трактовать по-своему. На прием к заместителю председателя Мингородсполкома Виталий Данилович пришел вместе с женой. Причина их обращения – так называемое письмо счастья. Мужчина уволился с работы из-за болезни. Дальше была операция и долгий период восстановления. Помимо расходов на реабилитацию, семейный бюджет приходится делить на троих и оплачивать арендное жилье. А здесь еще и налог за социальное жертвенчество. Нам разъяснили, куда можно еще обратиться. И думаем, что наш вопрос решится либо положительно, либо с уменьшением оплаты за налог. В коридорах районных администраций столицы сегодня многолюдно. И в перечне тем не только декрет под номером 3. Интересуют граждан вопросы трудоустройства, строительства, ведения бизнеса. У нас создана в администрации комиссия по рассмотрению заявлений граждан о выплате этого сбора. Где-то порядка, наверное, уже 100-100 человек. Ну, чуть меньше 100 человек уже обратилось с такими заявлениями. Мы еженедельно заседаем, рассматриваем ситуацию. У нас есть представители и поликлиники, и территориальный центр социальных служб населения, финансовый отдел, юридический отдел. Вячеславу 54 года. Долгое время работал сварщиком, но зрение подвело и пришлось переквалифицироваться. Но и на новом месте долго не задержался. Руководство сменилось и в продлении контракта отказало. Теперь с матерью приходится жить только на пенсию. Появились долги за коммуналку. Мужчина признается, что готов взяться за любое дело. Ведь привык жить честно. Только бы помогли. Центр, ну, жилищный этот вот обращался, что нечего мне платить за квартиру. Что мне делать, я не знаю. А я многим работал. Последнее время просто дворником работал. А Даниил не мог устроиться на работу из-за отсутствия военного билета. Получилось так, что молодому человеку дали отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Сразу на три месяца. Затем еще, а почти через год признали негодным к службе. Билет военной выдали. Работа нашлась быстро. И тут пришло письмо. Не работал, заплати. Если пришла поездка в армию, а потом только отсрочка. Соответственно, надо описать ситуацию о том, что я обучался, что проживаю с родителями, предоставить справку о доходах. Если я на данный момент работаю, а на те полгода не работал, дать заявление, и они сказали, что, скорее всего, оно будет одобрено. Такой открытый диалог позволяет взять ситуацию на контроль и рассказать о путях решения проблемы. При этом чиновники доступны, а люди находят ответ именно на свой вопрос. И, конечно, взаимопонимание. Максим Слиш, Александра Панасюк и Юлия Бешанова. Телекомпания СТВ. В Беларуси ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти. Такая информация появилась на сайте Национальной иранской нефтяной компании. Она заключила контракт с польской Белойл Польска, дочерним предприятием «Беларусьнефть». Сырье будет отгружено уже в феврале. Сейчас прорабатывается логистика поставки. Это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана. Отмечу, что в Иране сконцентрировано порядка 10% разведанных в мире запасов нефти. В Мюнхене продолжается международная конференция по безопасности. Один из ключевых вопросов – урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. Эту тему обсудили главы МИД «Нормандской четверки». Договорились, что будут способствовать установлению перемирия на Донбассе с 20 февраля. Не осталось в стороне от проблемы и Ангела Меркель. Канцлер ФРГ назвала минские соглашения цитатом «единственным, что есть для продолжения диалога и решения проблем». Требовали реализации минских соглашений сегодня и в Донецке. Здесь прошел многотысячный митинг. Как заявил один из организаторов, именно благодаря Минску весь мир узнал о ситуации в Украине. Поэтому соглашения, заключенные в столице Беларуси, должны соблюдаться в полной мере. На центральной площади в Донецке установлены пункты по сбору подписей под обращением к мировым лидерам. Местные жители требуют прекращения боевых действий. Жертвами теракта на юго-востоке Турции стали два человека, в том числе трехлетний ребенок. Около 20 местных жителей пострадали. Взрыв прогремел накануне поздно вечером в районе, где живут судьи и прокуроры. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Полиция уже задержала около 30 человек, которых подозревают в организации теракта. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. ЧП на севере Италии. Жертвами исхода снежной лавины стали как минимум три человека. Погибшие были опытными горнолыжниками, которые уже не раз участвовали в восхождениях в Альпы. Со спортсменами был и профессиональный инструктор. Как отмечают спасатели, молодые люди погибли мгновенно, получив множественные травмы. Напомню, подобное происшествие произошло недавно во Франции. Под снежную лавину попали девять лыжников. Четверо погибли. Черный бизнес Постолинский. В одном из самых аграрных уголков Беларуси фермеры увлеклись незаконным перемещением плодородного слоя почвы из леса в собственные угодья. О том, что браконьеры обворовывают не только себя, но и будущее поколение, убедился Петр Бутрим. Как у нас в районе говорят фермеры, данный почвогрунт, если в него воткнуть даже палку, она будет расти. О том, что питательный грунт для овощей собственного огорода можно не покупать, а взять даром из леса, смекнули многие и уже давно. Такие распаханные опушки в Столинском районе накануне сезона появляются как грибы после дождя. Порой плодородную лесную почву смело копают даже средь бела дня. Этот участок теперь больше похож на артиллерийский полигон. Плодородный слой почвы нарушители варварским способом успели снять с 40 квадратных метров леса. Просеивали и вывозили вот в таких мешках. Однако до огородов они так и не доехали. Нерадивых фермеров все же удалось задержать. Ущерб экологии оценен в 900 рублей штрафа. Однако в местной природоохране уверены, такие меры браконьеров, как правило, не останавливают. Проблема в одном из самых аграрных уголков Беларуси существует уже не первый год. Получается, что самый плодородный слой, хороший, на котором все произрастает, он снимается. И в дальнейшем, если не производить рекультивацию, здесь ничего не будет произрастать. Михаил Быба выращивает помидоры и огурцы почти 10 лет. Сегодня почвогрунт закупает целыми тоннами. За такими объемами в лес не пойдешь. Хотя сам фермер признается, не так давно тоже нарушал закон. Я на поле брал, агроном установил, сказал, что вызовут. Природоохрана приехала, оштрафовала. Добычу плодородного грунта не иначе, как черным бизнесом по-столински не назовешь. По продажам на местном заводе такой промысел особо не бьет. Но от него гибнет экосистема и сильно страдают лесные насаждения. В то время, когда буквально под боком огромное производство торфяных субстратов. С большими коммерсантами проблем нет. А вот кто маленький, они идут проще накопать в лесу, в деревне, чем приехать купить. Но мы открыли свои площадки также в деревне Лишаны. Уже наш грунт пошел, уже востребован. На завод, который работает чуть больше года, последняя надежда. Искоренить нелегальный промысел в лесу, где фотоловушки на каждом дереве не повесишь, другими способами пока не получается. А тем временем ущерб природе растет с каждым сельскохозяйственным сезоном. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Ваша новость может стать поводом для сюжета в наших выпусках новостей. Своё сообщение оставляйте на форуме по адресу в интернете ctv.by. А еще связаться с нами можно по телефонам горячей линии СТВ в Минске. 290-66-00 и по линии мобильной связи 1-600-700. Но по всей стране сегодня готовы были выслушать по телефону каждого белоруса со своей проблемой. На звонки отвечали руководители администрации и сполкомов. Каждый мог задать интересующий вопрос представителям местной власти. Специалисты отмечают, звонков становится меньше, а проблемы носят чаще сезонный характер. В этом убедились и мои коллеги. Вот видите, погода ненастная. Нам удобнее будет с вами беседовать на остановочке. Во время встречи с Людмилой Ястребовой даже погода решила подыграть. Мокрый снег как будто специально заставил спрятаться под крышу автобусной остановки. Той самой, которую установили после звонка людей на прямую линию в Шумилинский райисполком. Сюда приезжают и доктора, которые работают в Центральной районной больнице, и пациенты. Рядом находится детский сад Светлосельский. И много учреждений, в которые люди как сюда приезжают, так и уезжают. Так что спасибо огромное. Клавдии Галуза из деревни Караваница остановка не нужна. Она из своего дома выходит разве что за водой. А вот дорога, по которой приходится идти, из-за обильных снегопадов и перепадов температур превратилась в каток. Повлиял и человеческий фактор. Тракторист в этот переулок по непонятным причинам так и не заглянул, пока женщина не позвонила в исполком. Обратиться в Шумилинский райисполком сегодня, как и каждую субботу, мог каждый. Этим нередко пользуются как местные жители, так и приезжие. Район расположен между двумя крупными городами, Витебском и Полоцком. А потому и дачников здесь немало. Во время прямых линий люди из Полоцка, из Витебска могут сделать звонок к руководству райисполкома и решить вопросы по каким-то своим, в том числе участкам земельным, не приезжая в район. В Шумилинский райисполком с начала года поступило всего чуть более десятка звонков. В основном проблемы частного характера. Тем не менее, здесь, как и в любой другой администрации, выслушать по телефону, готовы каждую субботу с 9 до 12. И тут же оказать необходимую помощь. Анна Рублева, Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Целые эпохи в национальном искусстве посвящаются. В Минске вспоминают художника Михаила Савицкого. Сегодня ему исполнилось бы 95. Он прошел войну и плен фашистских концлагерей уже после. Обо всех своих мучениях он расскажет миру на языке живописи. Он первый, кто был награжден медалью Франциска Скорины. Удостоен звания Герой Беларуси. О народном Михаиле Савицком в репортаже Анастасия Бенедесюк. Площадь Свободы 15. Еще при жизни Михаил Андреевич лично выбрал это историческое место для возведения. И так уж сложилось лишь после его ухода. Галереи имени себя. Вот там за моей спиной не только наследие советского художника, кисти, полотна, но и свидетели его жизни до них. Фотографии и письма с фронта. Партизаны, партизанская Мадонна, партизанская Мадонна, Минская. А еще серия полотен, цифры на сердце. И все от первого лица. Писал, что сам видел и что пытался исправить. 12-летним юношей Савицкий воевал с фашистами в рядах Красной Армии. Прошел три концлагеря и чудом остался в живых. Своего товарища Николай Опиок называет не иначе, как художником хлеба и совести. И стоя у того самого, черного, бесценного, рассказывает еще об одной черте Савицкого. Свои полотна Михаил Андреевич выставлял во многих галереях мира. Но за границу их никогда не продавал. Вот эту самую картину за внушительную и даже беспрецедентную сумму жаждал выкупить коллекционер из Москвы. Николай Афанасьевич был свидетелем торгов. Он меня толкает ногой и говорит, Коля, ну как? Я говорю, это ваша сумма большая. У вас никогда не было подобных предложений. Он поднялся и говорит, я не продаю эту картину. Савицкий был свято уверен, его должно остаться на родине. Он был патриотом до глубины души, даже печатал исключительно на отечественной машинке. И все любил делать своими руками. Таких кистей больше нигде не найти. Александр Николаевич помнит, как Савицкий учил вязать их вручную, а еще начинать полотно всегда с эскиза, размером со спичечный коробок. В картине нет предметов. Есть же там персонажи какие-то, есть какие-то детали. Нет, предметов нет, есть компоненты. То есть чашка и тень от чашки, они равнозначны. Военная тема не единственная в творчестве Савицкого. Хотя, безусловно, самое значимое он писал о трагедии на ЧАЭС, много картин посвятил истории становления белорусской национальной культуры. А это уже открытие для многих. Савицкий детский иллюстратор, две книги, пока за стеклом. Эта уникальная экспозиция готовили специально к юбилею. Неизданная и малоизвестная. Кто изображен на этой работе, мы не знаем. То есть это девушка-натурщица, она так строго смотрит на нас с вами и на художника. И еще, наверное, не подозревает о том, что этот студент Михаил Савицкий, будущий народный художник Советского Союза, герой Беларуси, почетный гражданин города Минска. Здесь же живописные этюды и редкие пейзажи за подписью Савицкого. Большинство из них со студенческих лет. Пополнять экспозицию, выставки в галерее будут на протяжении года. Анастасия Бенедесюк, Андрей Иваненко и Сергей Курков, телекомпания СТВ. Массовые старты, индивидуальные результаты и праздник в десяточку. В Раубичах стартовали юбилейные 10-е соревнования по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. Впрочем, отменное настроение было обеспечено не только участникам, но и многочисленным болельщикам, которых не только с комфортом доставили к месту соревнований, но и предложили вкусную еду и горячий чай. О больших перспективах молодых спортсменов Анастасия Хоботова. Несколько секунд тишины, болельщики затаили дыхание, свисток. И вот она, та самая ответственная секунда. Масс-старт начался. Все самое важное, а именно скорость, с которой будет бежать юниор, и меткая стильба еще впереди. И так необходимо не споткнуться на старте. Эти чипы крепятся на ботинке участников. Такие же используются и на международных соревнованиях. И именно по результату, который на них зафиксирован, и определяют победителя. К слову, юбилейный турнир максимально приближен к соревнованиям международного уровня. И если на областных этапах ребята на огневом рубеже поражали мишени с 10 метров, здесь же все 50. Столько же расстояние штрафного круга за промах. Молодец, Анастасия! Тренировались на одной из крупнейших снежных трасс юниоры несколько дней. И уже сегодня стали известны имена победителей в индивидуальной гонке. За звание лучших биатлонистов боролись 168 участников. Они в первый раз большой биатлон или малокалиберный биатлон пробуют на зуб. Техника передвижения на лыжах коньковым ходом. Даже трудно представить, что так они владеют хорошо. То, что они показали на огневом уровне, это очень здорово. Я думаю, что среди вот этих биатлонистов сегодня найдутся новые Даши Домрычева, найдутся новые Алексея Айдарова, я думаю, что Евгения Речкина. Это наше будущее, это будущее олимпийских чемпионов. Кто-то пришел на финиш первым. 28,6 секунды. Было очень трудно. А кому-то не хватило доли секунды, чтобы обогнать соперника. Сколько будет таких огорчений в профессиональной карьере юных биатлонистов, угадать сложно. Так же, как и определить количество тех, для кого сегодняшнее поражение совсем не повод навсегда забывать о биатлоне. Я хочу стать биатлонистом, как, например, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин. А уже завтра победный триумф. Так же, как и поражение, юные биатлонисты разделят с товарищами по команде. В Раубичах пройдет эстафетная гонка. Анастасия Хоботова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. В Венеции продолжается знаменитый на весь мир карнавал. Сегодня состоится одно из самых ожидаемых событий этого яркого шоу. В центре города на землю спустится настоящий ангел. В этом образе традиционно выступает самая красивая венецианка, победительница парада Марии. В праздничном расписании еще и конкурс на самую необычную маску. Всего запланировано более сотни мероприятий. Это и уличные спектакли, и концерты, и выставки. Карнавал в Венеции продлится еще несколько недель. За это время город превратится в настоящую ярмарку тщеславия. Это главная художественная идея карнавала в этом году. Такой была эта суббота. В студии работала Екатерина Забеньком. Приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok